Посмотри, кто там, посмотри. Кто там, Алиночка? Потная вся. Ну что ты капризничаешь, что капризничаешь? Где Боба пальчик у Алиночки? Больно тебе это сделала, да? Больно? Я что хотела сказать, девочки, я сейчас заварила чай с первыми. Сейчас. Ты хочешь камеру? Вот такой вот фаберлик не чает. Зеленый чай, кокосовый миндаль с сенеградной косточкой. Очень информативно, да? Я сейчас пью этот чай и не помью, не помереть бы, да? В общем, у него такой... Алина, у него такой освежающий привкус. Мята, что ли, в составе? Ну, еще раз прочитаем. Кокосово-миндаль с виноградной косточкой. Как бы, да, кокос он не освежает, миндаль особо не освежает. А, в составе мята, да, мята чувствуется капитально. Мелисса. Слушайте, такой необычный чай, я думаю, что полюблю этот чай. Алина, давай договоримся, покажи, покажи, покажи на камеру, какой чай. Вот какой, вот. Классный? Чай. Чай, да, мы любим чай. Угу, давай обратно в коробочку положи. А, где? Положи. Иди. Иди, говорит. Типа отстань. У нас такие ведра, все-таки что? Никакая прическа не выдержит. И сегодня я утром не укладывалась. Масалиночка только-только приехали. Теперь сделать? Ага. Что? Что сделать? Ма, открыть. Открыть? Прямо четко говорить, открой. Откой, вот так вот. Скажи, открой. Маму, отдай. Отдай. В общем, отдай, открой и иди отсюда. Еще, мои дорогие, а еще я сегодня чаю Кокосовый остров. А это означает то, что мы с Алиночкой заезжали в Фикс. Сейчас покажу вам, что купили. Ну, там мелочевка сплошная. И это говорит о том, что чаепитие удастся. Или уже удалось. Обещала Фикс показать, да, Алиночка у меня уснула. Я смотрю сейчас в чек и вижу Фику, так скажем, да, потому что у меня были бонусы практически 90 рублей. И вот эти деньги распределились на все товары. Поэтому, ну, допустим, сколько стоило мороженое? 27.50 что ли, либо 25 рублей. Потому что в чеке дешевле, да, но плюс-минус. Девочки, Фикси, попробуйте вот такое мороженое. Жемчужина России. Действительно стоит его купить. Попробуйте. У нас все-таки очень-очень. Есть такие вот разновидности вариаций с миндалем. Просто сливочное. Прикольное. Прикольное. Потом Кокосовый остров я вам показывала, да. Помнится, лет 7 назад увидела вот эти вот конфеты Кокосовый остров в покупках у Вероники Никуко. И с тех пор периодически покупаю. И вспоминаю ее, представляете. Мне кажется, до сих пор Вероника любит такие конфетки. Но для моих зубов, конечно, они жестковатые. И кокос теперь у меня вообще везде во рту. Вченки, за 7,7 рублей купила вот такие вот чипсы. Кстати, Кокосовый остров 55 рублей. Муж у меня как-то спрашивал под пивко. Они говорят, у тебя нет ничего такого вкусненького. В общем, купила такие. Это а-ля Принглс, да. И 7,7 рублей я говорила уже. Потом детям я накупила вот таких вот соков. Они до 20 рублей стоили. Я попробовала. Алиночка, дело в том, что сейчас выпила. Один сочок. Вот он. И знаете, Юпи, конечно, голимый Юпи. И к тому же еще переслащенный Юпи мультифрукт. Называется оттенок вкусовой. Потом для Мишутки я купила вот такой а-ля гостиниц. Смотрите, это счастье мальчишки под названием «Звонок велосипедный». Девчонки, всего лишь 55 рублей. И я уже в предвкушении, так как... Вот так. Алиночка, как слышит, вот этот звонок сразу бежит. Отдай, 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 твердит. И я уже в предвкушении, как Мишенька будет рад вот этому новому своему звонку. У Пети есть такой звонок на новом велике? На Мишенькином беговеле такого звоночка нет. И видите, такой крепеж. Я думаю, что подойдет. Ну, надеюсь, по-прежнему. И, собственно говоря, зачем я заходила в фикс? Я заходила за вот таким вот рисом. Стоит он 55 рублей. Круглозерный, увелка. И покупок у меня в фиксе очень мало, потому что в одной руке у меня была Алиночка. И как-то вот в магазинах она дичится, потому что я редко беру ее по магазинам. В общем-то. И вот мне нужны были влажные салфетки в маленькой упаковке. Я хотела взять крем лориалевский, который 199 рублей, да. Хотела посмотреть для Петеньки карандашики, для Мишутки фломастеры. Ну, в общем, взяла и, слава богу, хотя бы этот ассортимент. Алиночка, пойдем, пойдем. Твой любимый конструктор. Так что у нас... Ура! Цветочки! Класс, класс. Ну, давай строить. Давай. Так, соединяем. Соединяем, да, вот это вот все. Так. Ох ты моя. Девочки, небольшой такой лайфхак. Так, небольшой жизненный совет по поводу того, как же и чем же отвлечь ребенка, да, Алиночкин, возраст. То есть, ну, ребенку нету двух лет. В общем, я тут пытаюсь приделать, да. Это вот все. Смотрите, фикси продается вот такой конструктор. Называется цветочный сад. Создай свою неповторимую клумбу. 200 рублей цена. Да, ну, зачем сняла, Алин, зачем сняла свою заколочку? Так, для возраста 3 плюс, но Алиночка залипает просто капитально. Конечно, нужно следить, чтобы ребенок ничего не проглотил. Но такие, в принципе, тут элементы, которые, я думаю, проблематично будет проглотить ребенку, да, двухлетнему. Смотрите, получается реально такой цветочный сад, можно фантазировать, да, каждый раз цветочный сад будет выглядеть по-другому. Смотрите, вот вверх еще можно, вот эти тычинки-пестики тоже снимаются. Давай, Алиночка, собирай, собирай. Цветочки, Алиночка, как пахнут цветочки, понюхай. Ну, здорово, ну, супер. В общем, у нас и у бабушки такой конструктор, она вчера вот целый вечер залипала в него, ну, сами понимаете, развитие мелкой моторики, ну, такой плюс, да, на лицо, так скажем. Я просто собираю ей вот это вот основание, и она втыкает сюда таким вот образом цветочки и радуется, там что-то лопочет. В общем, щенки прям от всей души рекомендую, советую. И пластик такой добротный, знаете, ничего не ломается, все друг в друга входит. Бывает такое, что вот какие-то крепления там слетают, да, для фикса это, ну, характерно, да, как ни крути, но здесь нет. Алина, строй, строй, супер. Алина песенки поет. Как песенку поешь? Ля-ля-ля. Ля-ля. Нет? Пой песенку, пой. Ребенок, то есть у меня занят, а я делаю свои дела, и моя душенька спокойна, в том плане, что ребенок развивается, ребенок не залипает ни в планшете, ни в телефоне, ни в телевизоре, да, и вообще красота, да и только. Как Алина песенки поет? Ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А песенку про папу спой, Алин. Спой. Споешь? Никак я тебя не поймаю с этой песней, моя. Смотрите, так красочно, да, и цвета можно учить, и чухо, что и делай. Я и сама иногда залипаю в это во все. Опа, опа. Ой. Ой, на у мамы есть вот такие цветочки, настоящие. Их и пахнут. Обожаю пионы. Такой ароматный, такой красивый, такой насыщенный цветок, да, это мама передала. Ирисы. Шикарно, просто шикарно. Вот еще не раскрывшиеся бутончики вот этот раскрылся. Красота. Вот этот очень красивый, смотрите, лососевый такой. Иди, собирая, иди цветочки собирая. Ну, Алине, мне же нужно все и сразу, и желательно все фломастеры достать, и всю мамину косметику, и все расковырять, отковырять, отклеить, отлепить, попробовать, затестить, засвочить. А мелкие это вообще наша любовь, да, Алиночка? Как это мы без мелков? Мама. Сейчас дождик маленько пройдет, и пойдем на улицу выйдем. Алину там моросит. Мама, мама, мама. Комары вчера щеки накусали. Дед, дед. Да. Мои дорогие, ну слушайте, многодетная мама блогер, это тот момент, когда в перерывах между съемками своих роликов, ты что делаешь? Ты варишь гречку, чтобы было что покушать детям, и сокрушаешься по поводу того, что дети проголодались и едят хлеб. Сейчас покажу. Забежали с улицы, попросили нарезать батоны, просто батоны. Вспоминаю свое детство, мы только ели черный хлеб с растительным маслом и солью. Напишите, вы ели или нет? Что, мои дорогие, продолжаем влог, и извиняюсь за свой внешний вид, а точнее за свой причесон у нас, потому что сегодня дождь накрапывает. Представляете, прям с утра, мне кажется, даже с ночи, да, я ночью открыла глаза, проснулась и поняла, что на улице просто такой ливень, ливень, представляете? И по прогнозу у нас ливни, грозы, пасмурность. Слава богу, температура еще там 20 градусов Цельсия, 18-16, вот так вот плюс-минус. Хорошо, что нет лютого холода, да, при этом. И представляете, вот такой прогноз, и я на девочек подписана, с Краснодара, вот с курортов, да, которые проживают, блогеры, у них тоже такая же погода. Вообще, лето будет или нет? По поводу отдыха, да, конечно, нужно ехать, прогревать детей, но куда, когда вообще нужно ориентир держать по погоде. Ну, потому что, как показывает практика июня в этом году, да, можно поехать в Сочи и там мерзнуть. Как бы смысл. Можно и дома мерзнуть. Что касается моего макияжа, я, наверное, в кадре супер-пупер какая-то, нелепая страна. Я сегодня протестировала впервые вот такие вот жидкие тени. Выбрали, помните, с последнего заказа артикул у них, да, спрашивали бы несколько раз артикул. Девчонки, артикул. Во-первых, тени жидкие для век Daisy Diamond, артикул 58-15. Девчонки, какая-то пигментация. Это в один слой, то, что сейчас у меня на веках, да, это все пальцем, да, представляете. Я хочу, конечно, освоить все это дело, чтобы растушевывать кисточку, все дела, но пальцем тоже неплохо и носибельно. Я понимаю, что тени будут лежать мертвым грузом, что буду пользоваться только для съемки видео. Но, блин, я же говорила вам, я хотела их, хотела, наверное, каталога 3-4, а мечты должны осуществляться. Даже такие маленькие, такие глупые. Я в последнее время не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит с погодой. Я не понимаю, что происходит с моими родственниками, с их здоровьем. В общем, много проблем навалилось, помните, я вам говорила потом. Я не понимаю, что происходит с моими детьми, потому что вот эти сборы Алиночкины в сад. Потом Петя тоже требует постоянного внимания, Миша требует постоянного внимания, постоянно, постоянно вот такой вот калейдоскоп. Теперь оказалось, что всю следующую неделю я буду мотаться по делам. И через неделю я тоже буду мотаться по делам. И туда нужно будет заехать, и в налоговую нужно будет заехать, чтобы вернуть определенный процент денежный, который я потратила на свои зубы, на свои брекеты. В общем, я не успеваю побыть в моменте просто. Просто, знаете, иногда у меня складывается такое впечатление, что все это дело происходит где-то во сне, что я живу в каких-то глюках. Я не знаю, что это все не со мной происходит. И каждый день какие-то новости и про этих узнаем, и про тех, и туда надо, и сюда надо, и вот так, и эдак, и наперекосяк. Я хотела сейчас, по-моему, ничуть на камеру и сказать, девочки, первым делом нужно успокоиться. Да я спокойно. Я спокойно вообще, как танк. Просто, просто, как белка в колесе куда-то бежишь, 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 и вокруг тебя калейдоскоп, 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 смена событий, сезонов, времен года, года бегут, и что происходит. У меня, кстати, гости с утра, но гости к моему мужу в основном, да, и как бы я особо не касаюсь. Что у меня за внешний вид? Какая-то грязноголовая, какая-то седая, непонятно кто. Девчонки, девчонки мои. Отдельная, отдельная. Так, минуточку. Будем моя расческа. Можно ее вот так вот красоваться, потому что времени нет ни на что. Отдельное вам огромнейшее спасибо за такое неравнодушие вообще к моему внешнему виду, к моей новой прическе, да. У меня до сих пор директ в инстаграм разрывается. Я уже боюсь что-то выкладывать в сторис, связанные со мной, потому что начинают сыпаться просто комплименты. Понятно, что, ну, кому-то я и не нравлюсь, да, со своей новой прической. Ну, вот так, все-таки. Не знаю, не давите на меня. И кто-то там оставляет свои замечания, все это дело делает... Нет, ну так еще, наверное, лучше. Все это дело делает в личке, там, в комментариях под видео. Все-таки я не успеваю все это дело разгребать, и я теряю важные, в общем, какие-то сообщения в личке, да, и делаю определенный переклич, когда-то мне что-то нужно в инстаграм. И это меня, конечно, удручает. Я не могу все время находиться в инстаграм, и нужно как-то ограничивать, наверное, вот поступление сообщений, я не знаю. Потому что, нет, мне нравится вот эта вот ваша обратная связь, но как-то все это дело нужно урегулировать. И да, да, в основном девчонкам нравится моя новая прическа, и я почти смирилась. Так, это еще не все. Я сегодня, кстати, в инстаграм. Темнота, друг молодежи, темноте не вид дороже. Кстати, я закрою свой запас за косметические, а то у кого-то хватит Кондратий. И у меня тут еще вот так вот выдвигаешь, а тут всего полно выдвигаешь. Там кто-то мне напишет, ай, ты чего так захламилась? Девчонки, это не хлам, это мое увлечение под названием блогинг. Я сегодня в инстаграм, знаете, что выложила пост по поводу коробочки красоты, да, и получила очень много сообщений по поводу того, Ань, как заказать туда-сюда, там, что ты думаешь по поводу вот этого, да, составляющего коробочки. Девчонки, обязательно продублирую эту информацию еще и здесь. Сейчас покажу вам состав и наполнение бьюти-бэга от Royal Samples, который они запустили совместно с журналом Грация. В общем, помните, я вам говорила, что буду заказывать, и я содержала свое обещание. Вот так вот выглядит бьюти-бэг, и коробку я выкинула. Ну, в общем, девочки, помните, я вам говорила, что коробочки красоты, бьюти-бэги, косметички красоты от Royal Samples, они ведущие, они самые лучшие. Помните, я разбирала состав глэм-бэга, помните, какой там ужас за 100 рублей, да? В общем, поэтому делайте свои выводы. Такой вот анонсик бьюти-бэга. Журнал Грация представляет бьюти-бэг Royal Samples. И состав и наполнение вы можете изучить по вот такому штрих-коду. Я еще, Балда, никак не освою все это. Заставим, мы увидим вот такую вот косметичку. И это, между прочим, дизайнерская косметичка с эффектом смятой бумаги из особого материала. И стоит эта косметичка 600 рублей в масс-маркетах, представляете? Поэтому имейте в виду. Вот вы только посмотрите на состав и наполнение, да? Все битком, битком просто, смотрите. Первое, что мы видим, это вот такой вот очищающий гель для сухой гиперчувствительной и атопичной кожи. Продермасил, девчонки, от него нет абсолютно никакой аллергии, никакого раздражения. Очень такой деликатный гель, которым можно даже подмывать младенцев, как мне кажется. У меня такой есть. И вот этот гель отправляется к моей сестре. Это просто вот бонус на ровном месте. Так, я все высыпала, чтобы быстренько прогнать содержание, да? Косметички, смотрите, вот такая подводка и лазур в черном цвете с ветровым наконечником. Ну, в общем, для модниц самое оно, что еще нужно для счастья, да? Потом вот такая тушка Benefit. Вообще, если я вижу тушь Benefit, любую там миниатюрку, не миниатюрку в составе косметички красоты, я понимаю, что это удача, потому что туши от Benefit просто обалденные. Девочки, мне очень порадовала вот эта штука от L'Oréal. Это филер с гиалуроновой кислотой. Уход-восстановитель объема вокруг глаз. Представляете, обязательно протестирую. Вот это вот прям моя история. Потом вот это вот солевое обертывание от Beautyfic. Посмотрите, во-первых, какая упаковка, да, хамелеонистая. Такая полная версия, тяжеленькая версия. Я в восторге, но вот это дело я там сестре, потому что такими штуками я не занимаюсь, иначе пострадают мои дети. Потом, смотрите, очередная упаковочка автозагара. У меня такой есть открытый. Он обалденный, он не рыжий, он не красный, он с приятным ароматом. У меня есть от Faberlic еще и такой вот открытый. Повторюсь, поэтому это тоже уезжает к моей сестренке. Она будет очень рада. Не знаю, мне порадовала вот такая мимишность. Это Skinlight увлажняющий крем для рук улитка. Поставлю около кровати, буду пользоваться. Вообще у меня кремы для рук везде и всюду, потому что мне нужно ими пользоваться. У меня очень сухая кожа рук. А, как правило, дети все теряют. Нет, вы только посмотрите, что в составе. Это парфюмчик от Tiffany. Представляете? У меня на минуточку никогда, ни разу за время моего существования на YouTube не было подобного парфюма. Даже намека на него, да, не любой какой-то другой вариации не было. И приходит вот так вот парфюм. То есть это не какой-то там одноразовый пробник. Не пакетик с парфюмом, да, а вот такой вот а-ля даже шприц. Я бы его так назвала. Девочки, это очень интересный такой девчачий аромат. Такой конфетный. Пахнет выпечкой. Таким баблгамом. И цветочные нотки в нем есть. Очень стойкие. Поэтому, если вы любительница парфюмов, новых, каких-то таких неизъезженных, обратите внимание на этот бьюти-бэк. Спрей для объема волос в хорошем объеме 50 мл. Это Sebastian, как говорится, Why Not. Вот для меня очень актуально. Ну и по миниатюркам ухода, да. Вот Dermedic. Вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. Это аптека. Потом Academy. Вот такой вот уход ночной, по-моему, крем. Потом Fillork. Вообще Fillork обожаю. Очень рада с этим брендом всегда знакомиться. Открывать для себя что-то новое. Это Fluid корректирующий. Вообще супер. Прямо то, что доктор прописал. Шампунь вот такой вот. Потом Uriage ночная маска. У меня уже третья упаковка. И две предыдущие упаковки я добила. Представляете? То есть, да, насколько она мне нравится. И тревел-версия, кстати, классная. Помню, в небуке в прошлом году пользовалась подобной маской. Потом Vella. Вот такой вот шампунь. Либо бальзам, по-моему, шампунь. Тоже классная тревел-версия. И Lancaster. Вот такое средство. Ночной крем. Ну что, как вам косметичка? Понравилось, мои дорогие? Но это еще не все. Смотрите, что было в составе. От Bonprix. Кстати, если вам интересна будет вот эта информация. Там бесплатная доставка. Скидка 10%. Вводите вот этот промокод от Bonprix. А в Beauty Baggy была вот такая вот сумочка. Камера делает ее серого цвета. Но она такого хаки зеленого цвета. Это под замш. И, в общем, я очень рада вот этой сумке. Смотрите, вот такая вот фурнитура. В комплекте, да, цепи, пожалуйста, на любителя. Я с цепочками очень даже люблю. Внутри вот такое вот наполнение бумажное, да, чтобы сумка сохранилась в ее форме. Такой подклад. Смотрите, тут отделение, есть ли телефон, а все дела. Ну, то есть, вы представляете, да, полноценная сумка через плечо, как бы. И, и, это еще не все. В составе Beauty Baggy от Royal Samples совместно с журналом Grazia идет еще нижнее белье, причем очень такое пикантное. Ну, я не побоюсь этого слова эротическое, нижнее белье. Вот такой вот бренд. И, между прочим, у каждого будет оставаться индивидуально какое-то белье, да. Не факт, что вам достанется именно такое, потому что я смотрела на сайте, там такие интересные тоже моменты могут прийти. Обратите внимание, изучите, смотрите, вот такие трусики, ажурные, такие, игривые, да. И вот такой ошейник из жемчуга, он очень красиво будет сидеть на шее. И, как он называется, чокер, не чокер, девочки, поправьте меня, пожалуйста. И вообще напишите, что такое чокер. Давайте вместе просвещаться. Короче, мои дорогие, вот такой состав и наполнение вот этой коробочки. Я ссылочку оставлю в описании этого ролика. Ну, конечно, телефон в состав не входит. Увы, ах. В общем-то, смотрите, здесь в составе 14 продуктов, да. И стоимость вот этого всего более 11 тысяч рублей. А сейчас на сайте коробочку можно урвать за 1990 всего. Посмотрите, может быть, уже разобрали. Все может быть. Вы же знаете, что после моих роликов там вообще просто голяк на Royal Samples. Ну, в общем, как-то так, мои дорогие. Вот столько полезной и интересной информации у меня для вас на сегодня. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Желаю вам, прежде всего, здоровья, отличного настроения, красоты, счастья. И тогда все будет отлично. Всегда пусть исполняются мечты и желания. Все, до встречи на новом видео. Пока.